Всем привет! И сегодня у меня тоже ничего необычного. Опять распаковка посылки с сайта Ахер. Еще момент сразу скажу. Так как у меня дома скопилась просто гора, огромная пустые банок, муж уже очень ненавязчиво намекает на мусорный контейнер для них. Так что в этой распаковке я вам покажу сразу и пустые баночки, аналог тех товаров, которые вот у меня есть в этой посылочке новоприбывшие. Эта посылка ко мне прибыла также с помощью курьерской службы Мист. Прилетела она сюда, в Ташкент, из США за неделю. На таможне никаких вопросов не было. Прошло все достаточно быстро, так как у ребят уже был скан его за гран-паспорт, а второй раз они у меня его не просили. Перед доставкой посылки домой курьер позвонил, согласовал время приезда. Так что в этот момент мы были дома. Внешний вид посылки мне кажется вполне себе хороший. Я предлагаю вскрывать и смотреть, что там внутри. Как всегда в начале ролика я хочу сказать спасибо моим зрителям. Я рада, что вы смотрите мои распаковки и надеюсь информация в них вам интересна и полезна. А ваши лайки и комментарии помогают продвигать мои ролики на YouTube. Отдельное спасибо я хочу сказать тем зрителям, кто при оформлении заказа на iHerb вводит в поле промокоды в корзине мой реферальный код и тем самым поддерживает съемку моих роликов. В этот раз я решила начать распаковку не с БАДов, а с моей любимой вкусняшки с iHerb, хотя она тоже мега полезная. И это я купила себе органическое нерафинированное кокосовое масло от бренда Nature's Way. Купила я его со скидкой 20%. Когда увидела эту скидку, естественно не удержалась и сразу положила свое любимое кокосовое масло в корзину. Потому что покупаю я его на iHerb, ну наверное раз в шестой. Мои постоянные зрители на самом деле уже не раз видели распаковочку этого кокосового масла у меня на канале. Стоило это масло в этот раз мне 12 долларов 22 цента со скидкой. Про скидки и акции я вам регулярно пишу в своем телеграм-канале про то, что сейчас актуально на iHerb. Так что если вы хотите быть в курсе событий, подписывайтесь. Как вы понимаете, покупаю я это кокосовое масло в шестой раз не просто так, а потому что оно мне на самом деле очень нравится. Дома я его использовала и в утреннюю кашу рисовую. Она получалась совершенно с необыкновенным запахом. И в выпечку использовала. Если его добавить в выпечку в торты или пироги, я вот пекла безглютеновый обычный кекс, то конечно же получается совершенно потрясающий аромат у выпечки. Также добавляла его в утренний кофе вместе со сливочным маслом. Тут в Ташкенте я его добавляю исключительно в утренний кофе вместе со сливочным маслом. Так как я планирую его использовать сразу после покупки, ну точнее сразу после моей этой распаковки, то давайте откроем и посмотрим как же оно выглядит сейчас. Потому что дома у нас больше 30 градусов. Запах у этого кокосового масла просто обалденный. Пахнет оно очень-очень вкусно. Все, кто были в Таиланде и пили когда-либо свежий кокос, этот запах, я думаю, вам напомнят о тех счастливых днях отпуска. Смотрите, это кокосовое масло в данный момент жидкое, потому что температура в доме больше 25 градусов по Цельсию. И именно так себя ведет настоящее кокосовое масло. В нем не должно оставаться никаких твердых фракций при такой высокой температуре воздуха. Но если температура воздуха опустится ниже, чем 25 градусов по Цельсию, то, естественно, кокосовое масло застынет. И в нем точно так же не должно быть никаких жидких фракций, если это настоящее кокосовое масло. Вот это кокосовое масло от бренда Nature's Way ведет себя ровно так, как я вам сейчас описала. Я это знаю, потому что покупаю его не в первый раз. Кроме того, при добавлении в горячие продукты, вот это кокосовое масло совершенно не меняет свой аромат. Он остается таким же потрясающим, как и был. А добавляю я его, как я уже говорила, и в горячую кашу, и в горячий кофе. Но у меня был неприятный опыт использования, видимо, не совсем хорошего кокосового масла. Его можно купить, к примеру, в Москве. Оно продается в таких стеклянных баночках с зеленой этикеточкой. Это достаточно известный бренд, и многие могли его видеть. Так вот, когда я купила по незнанию первый раз вот это вот кокосовое масло, именно в стеклянных банках с зеленой этикеточкой, и начала добавлять его в кашу, точнее, один раз добавила в кашу, мне этого хватило. У каши появился такой резкий, неприятный запах какого-то пластика. Я удивилась, и я просто это не стала есть. Мне пришлось выкинуть кашу и солить новую. И уже, естественно, я его ела без кокосового масла. Так как баночка была почти полная, мне ее было жаль выкидывать, и я ее просто задвинула подальше. Потом уже ко мне приехало нормальное кокосовое масло с ахерб, и когда зимой я доставала вот эту стеклянную баночку, обратила внимание, что кокосовое масло в ней не очень застывшее. То есть оно было такое, знаете, как будто немного жидковато, и сверху была какая-то жидкость. Я удивилась, потому что рядом стояло ахербовское масло, и оно было совершенно твердым. Они стояли на одной полке при одинаковой температуре. Мне кажется, это говорит о многом. Для себя я приняла решение, что я лучше закажу с ахерб проверенное кокосовое масло. Пускай я подожду его неделю. Вот как я вам говорила, посылка едет ко мне где-то там неделю-10 дней. Пускай я подожду неделю, но, по крайней мере, я точно буду уверена в качестве продукта, который я купила. Также это кокосовое масло совершенно незаменимый помощник для тех, кто хочет уменьшить количество омега-6 в своем ежедневном рационе. Как я вам уже не раз рассказывала в своем ролике, именно соотношение омега-6 к омега-3 в нашем рационе должно быть сбалансировано. Так вот, с помощью кокосового масла можно как минимум уменьшить количество омега-6 в выпечке. Каким образом? Абсолютно все растительное масло, которое добавляется в выпечку, заменять вот на такое кокосовое масло. Даже если оно твердое, просто берете ложку, ложкой добавляете это масло в жидкость, которую перемешиваете. Оно там хорошо распределяется и точно так же ведет себя в выпечке, как и растительное масло, но оно добавляет совершенно потрясающий аромат. Как я уже говорила, раньше я пекла с этим кокосовым маслом миндальное печенье я пекла точно, потом я делала брауни безглютеновый, заказывала, кстати, смесь для брауни безглютенового сахера, подобавляла такое кокосовое масло, было тоже очень вкусно. И делала я безглютеновый кекс, безглютеновый кекс, это, естественно, я использовала муку, которая не содержит глютен. К примеру, там, амарантовую, муку зеленого банана, ну и там всякую разную. Девочки, которые интересуются этой темой, они, естественно, знают, какую муку можно добавить. Отмечу, что вот это кокосовое масло для жарки я не использую. Для жарки я использую специальное кокосовое масло, рафинированное. Это кокосовое масло в Москве, оно продавалось и в Перекрестке, и в Глобусе я увидела, и в последнее время оно появилось даже в Пятерочке. Но тут в Ташкенте я его, по-моему, еще нигде не встречала. На нем было очень удобно жарить, потому что оно не придавало совершенно никакого дополнительного аромата жаренным блюдам. У кокосового масла есть еще много прекрасных свойств. Если вы ими заинтересовались, я вам рекомендую про него почитать в интернете. Там очень много полезной информации есть. Кроме того, отмечу также, что моя доктор-эндокринолог рекомендует включать чайную ложку кокосового масла в мой жизненный рацион. Поэтому я его и добавляю в кофе. И сразу хочу вам показать две пустые баночки из-под кокосового масла, которые у меня стоят, и которые я тоже покупала на iHerb. И первое мы посмотрим вот эту пустую баночку. Это пустая баночка от кокосового масла от бренда California Gold Nutrition. Купила я ее за какие-то сущие копейки, за 5 долларов 60 центов. Она мне обошлась так дешево, потому что на нее сработал тогда промокод, который дает скидку 30% на бренда California Gold Nutrition. В этой банке было у нас 473 миллилитра. В целом это кокосовое масло мне понравилось, но мне все-таки кажется, что оно чуточку не такое прям суперское, как то кокосовое масло, которое мы с вами только что смотрели в распаковке, которая ко мне приехала. Когда мы ее с вами распаковывали, она прилетала уже ко мне сюда в Узбекистан и была в моих распаковках, то у меня в тот момент было еще кокосовое масло от другого бренда, которое я перевезла с собой из Москвы. Хватило мне этой баночки примерно на 2,5 месяца ежедневного утреннего использования по примерно чайной ложке кофе горячей. Закончилась она у меня не так давно, возможно пару недель назад, так что вот эти пару недель я жила без кокосового масла в утренний кофе. И честно говоря, кокосовое масло в утренний кофе приобретает совершенно другой вкус и совершенно потрясающий аромат. В целом это масло мне понравилось, оно достаточно неплохое, застывает оно без фракции, потому что оно у меня побывало и при температуре ниже 25, и при температуре выше 25. Так вот, при температуре ниже 25 никаких посторонних фракций в этом застывшем масле я не наблюдала. Свой аромат при добавлении в горячие напитки, к примеру, в кофе оно не меняет, поэтому я думаю, что его вполне себе можно использовать в выпечку. Так что, резюмируя, могу сказать, что это кокосовое масло вполне себе хорошего качества, но аромат у него все-таки не такой интенсивный, богатый и насыщенный, как, к примеру, у того кокосового масла, которое мы с вами только что распаковали от бренда Nature's Way. Или как у кокосового масла, которое было во второй пустой баночке, это уже кокосовое масло от бренда La Tourangelle. И у него тоже такой же насыщенный, хороший, потрясающий аромат, но цена, единственная, его в момент съемки ролика составляет около 14 долларов. 14 долларов это не 5 с небольшим долларов, разница достаточно существенная. Поэтому, к примеру, если бы я делала много выпечки для мужа, для детей, то я бы, конечно, купила для целей выпекания кокосовое масло чуточку подешевле, которое тоже вполне себе качественное, просто оно будет стоить не таких больших денег. А вот если я уже хочу положить кокосовое масло, к примеру, в утреннюю кашу или себе в кофе, то, конечно, бы я использовала более ароматное кокосовое масло, либо вот это, либо то, которое мы с вами только что распаковали. Вот такой вот баночки хватает точно такой же срок, примерно там на 2,5-3 месяца, в зависимости от того, как я, сколько масла у меня получается положить в кофе, потому что, когда оно застывшее, его получается положить чуть больше, когда оно жидкое, его получается положить чуть меньше, его хватит на чуть более долгий срок. Поэтому в среднем расход у всех этих банок, так как у них одинаковый объем, примерно, он одинаковый. Все кокосовые масла, которые мы сегодня с вами посмотрели, я могу рекомендовать. Но, к примеру, когда бывают скидки на какой-то бренд, а на бренд Ля Туранжель бывают скидки достаточно часто на iHerb, и у бренда Ля Туранжель есть еще там кокосовые масла вкусные, есть фисташковое масло, есть миндальное масло, есть масло грецкого ореха, то есть выбор масел полезных, вкусных на iHerb, конкретно от бренда Ля Туранжель, он достаточно большой. То можно, конечно, собрать посылочку, которая будет состоять из одних масел, и почему бы не положить туда кокосовое масло и не получить скидку на бренд Ля Туранжель. Мои постоянные зрители могли видеть распаковки посылок, когда мне приходило достаточно много масел вот от этого бренда Ля Туранжель, поэтому они знают, что этот бренд в целом я люблю и регулярно заказываю какие-либо его масла. А когда их можно заказать по акции, согласитесь, это очень приятно. Ссылки на все эти баночки, которые мы с вами сейчас посмотрели, будут размещены в разделе тайминга в описании видео, так что вы можете всегда по ним пройти, попасть на сайт iHerb и почитать отзывы других людей, а не только послушать меня. Ну, мне кажется, хватит петь дифирамбы и бренду Ля Туранжель и кокосового масла. Давайте посмотрим, что еще приехало. А это ко мне приехал кунзинку 10 с высокой степенью всасывания с биоперином от бренда Dr. Best. Тут в баночке 60 капсул, получается это на двоих на месяц. В каждой капсуле тут 100 миллиграмм куинзима и стоила мне такая баночка 9 долларов 63 цента. Я предлагаю открыть эту баночку, посмотреть, как выглядят эти капсулы. Мои постоянные зрители уже не раз их видели в моей распаковке. Они вот такого оранжевого цвета, непрозрачные. Они достаточно удобные в глотании, потому что они хорошего размера, небольшие, немаленькие. В целом у моих бабушек и у нас с мужем никаких проблем при проглатывании этих капсул нет. Принимаем мы куинзинку 10 утром, после завтрака вместе с омегой 3, с лицетином, то есть с полезными жирами. Именно это способствует наилучшему усвоению куинзима, ну и точно так же, как и биоперид, который сюда добавлен. В предыдущих роликах я вам очень много рассказывала про куинзинку 10, зачем он нужен, зачем я покупаю его своим бабушкам. И в целом для нас с мужем я куинзинку 10 покупаю ровно в тех же самых целях. С возрастом выработка куинзима Q10 у нас в организме замедляется, а потом и вовсе прекращается. Но так как когда ты молод, здоров, полон сил, красив, чувствуешь себя превосходно, куинзинку 10 в нашем организме вырабатывается, то явно этот элемент нужен, когда ты уже не так молод, возможно уже не так здоров и не так полон сил, но хочешь продолжать быть здоровым и чтобы сил и энергии прибавлялось. В ролике 6 с распаковкой посылки в Узбекистан я очень много вам рассказывала про куинзинку 10, поэтому кому прям очень про него интересно послушать, welcome туда, у меня под каждым видео размещены тайм-коды, по ним очень легко ориентироваться в моих видео и послушать именно ту информацию, которая вам нужна в настоящий момент. Сегодня я буду достаточно краткой, я приняла решение для нас с мужем, что мы будем пить куинзинку 10 в течение года с перерывами. Вот сейчас у нас уже получается примерно перерыв около 3 недель с момента окончания предыдущей баночки с куинзином. И я ее приготовила вам в пустых баночках и хочу сейчас показать. Этот куинзинку 10 от бренда California Gold Nutrition с точно таким же экстрактом биоперина, то есть с повышенной усвояемостью. Его цена на момент съемки ролика без скидки составляет 25 долларов, но существует промокод, по которому можно получить скидку 30% на бренды iHerb, а California Gold Nutrition это бренд iHerb, при условии, что сумма заказа, то есть сумма вашей корзины составляет больше 120 долларов. И этот промокод Goal120. Об этом промокоде и о множестве других промокодов, которые актуальны на iHerb в тот или иной момент, я вам пишу в своем телеграм-канале, так что если вы еще не подписаны на него, то подписывайтесь и будьте в курсе событий. Ссылка на мой телеграм-канал будет естественно размещена в описании видео. Этот Куэнзим Ку-10 оказался для нас с мужем вполне себе рабочим, и вот после длительного перерыва в приеме Ку-10 я могу точно сказать, что Ку-10 добавляет энергии организму. Я не могу назвать Куэнзим Ку-10 именно батарейкой для организма, как я тут во многих отзывах читаю, но то, что есть эффект, и в нашем случае этот эффект был накопительный, это абсолютно точно. Потому что вот такого, знаете, моментального эффекта, как вот от чашечки кофе, ты утром проснулся такой вроде, еле-еле ходишь, пошел выпил кофе, вроде как взбодрился, и тебе стало там сильно интереснее, сильно веселее жить. То с Куэнзимом, конечно, такого нет. Ты долгое время Куэнзим не пил, выпил капсулу, и нет такого прям сразу же эффекта бодрости. Но он наступает примерно где-то через месяц приема. Вот в этой баночке было 150 капсул, а это больше, чем на 2 месяца приема на двоих. К концу первого месяца приема я заметила, что у меня появилась какая-то дополнительная энергия, и мне как-то стало проще сосредоточиться на делах, делать работу, ну и вообще функционировать. Но от мужа чего-то внятного добиться у меня не получилось, кроме слов. Ну, мне вроде стало немного полегче. Но что я могу сказать по собственному опыту? С антиоксидантами, с витаминами, вот с коллагеном, абсолютно такая история одинаковая. Есть накопительный эффект, и он проявляется со временем. И он проявляется таким образом, что ты не всегда замечаешь, ну, то есть ты не всегда можешь отметить тот момент, когда, опа, накопительный эффект наступил. Ты просто это каким-то образом осознаешь позднее, что, о, а мне сейчас гораздо легче вставать по утрам. О, а я стал гораздо спокойней. О, как здорово, у меня такая красивая кожа на лице, а я тут, понимаешь, сбросила 10 килограмм, а кожа у меня на лице так и осталась такой же прекрасной, как и была 10 килограмм назад. Вот это вот называется накопительный эффект. И с кунзимом ХУ-10 он присутствует. К сожалению, этот накопительный эффект совершенно невозможно сфотографировать или как-то еще зафиксировать. Вот знаете, когда человек худеет, очень удобно. Ты сфотал до, сфотал через год, и вот она, хопа, прекрасная разница. Вот я, значит, был вот таким вот, а стал вот таким вот прекрасным, замечательным, худым и подтянутым. С антиоксидантами, с витаминами, повторюсь, такого не будет. Но когда ты их принимаешь, ты просто видишь разницу, чувствуешь разницу. И я надеюсь, у меня получается в моем сумбурном рассказе про кунзим ХУ-10 вам хоть как-то это передать. Что еще могу сказать про эту баночку? 150 капсул. Это очень удобно, потому что не надо заказывать каждый месяц по новой банке. Купил одну баночку и пьешь ее себе спокойно какое-то время, делая там перерывы или не делая перерывы. Это уже все по желанию. То, что этот кунзим ХУ-10 рабочий, мы с вами уже выяснили. Поэтому вполне возможно, такой кунзим ХУ-10 вы еще увидите у меня в распаковках. Напоминаю, что ссылки на все товары, которые мы с вами смотрим сегодня в видео, будут размещены в разделе тайминга в описании видео. Кому интересно, заглядывайте. И остались у меня в посылке две баночки из БАДов. Они почти одинаковые. Давайте посмотрим первую. Это пробиотик с улучшенной формулой от бренда BioSchwarz. Тут в упаковке 60 капсул. В каждой капсуле 20 миллионов бактерий. Производители рекомендуют принимать по 2 капсулы. Одну утром, одну вечером. Так что получается 60 капсул это где-то на месяц приема. Стоила такая баночка 15 долларов 78 центов уже со скидкой. Купила я новые пробиотики, потому что моя доктор рекомендовала мне сменить пробиотик. Она сказала, что в целом это важно менять производителей пробиотиков. Для того, чтобы разные бактерии поступали в кишечник. Внутри коробочки есть вот такая вот рекламка. Тут написано и про пробиотики, и про пробиотики. В общем, кому интересно, можно, наверное, почитать при получении. Но я все, что меня интересовало, прочла про этот пробиотик на сайте iHerb. Поэтому у меня в целом никаких вопросов нет. От этого бренда, именно пробиотики, я покупаю впервые. В моих распаковках, вы могли видеть, баночку от этого бренда, это были пребиотики. И они мне тогда очень понравились. Отличные были пребиотики, поэтому решила попробовать от них пробиотики. Принимать я начну сразу после распаковки этой посылки, потому что у меня закончились мои любимые пребиотики от бренда LactoBeam. И они у меня, разумеется, в пустых баночках. И про них в целом мне есть, что вам рассказать. Вот смотрите, сразу две коробки. У меня муж будет просто счастлив после съемки этого ролика, потому что, представляете, какое количество больших пустых банок уедет на мусорку. Мы сортируем, кстати, мусор. Отдельно складываем тот мусор, который можно переработать, и отдельно складываем тот мусор, который нельзя переработать. Поэтому вот пустые баночки уедут в тот мусор, который можно переработать. Сразу две, потому что так и не сняла я ролик с пустыми баночками этой весной, хотя собиралась, но времени не было. Как я вам рассказывала, у нас был отпуск, мы путешествовали с родителями по Узбекистану, были очень рады их приезду. Им очень понравился Узбекистан. Пап так вообще просто в восторге и постоянно вспоминает Узбекистан, и мне кажется, хочет вернуться. На что мы тоже очень надеемся, потому что приезд близких людей – это всегда праздник, согласитесь. Но вернемся к этим пробиотикам. Они точно рабочие. Это их первый плюс. Второй плюс – то, что на них можно получить скидку 30% при использовании промокода GOLD120, так как это домашний бренд Ахер. Промокод GOLD120 можно применить, когда у вас сумма корзины больше 120 долларов США. Так вот, без скидки эти пробиотики стоят 20 долларов, а последний раз со скидкой я купила эти пробиотики за 11 с чем-то долларов. Мне кажется, выгода очевидна. Про эти пробиотики производитель пишет, что принимать их надо по одной капсуле в день. В каждой коробочке тут 60 штук. Соответственно, если принимать по одной капсуле в день, то хватит их на 2 месяца каждой коробочке. Меня эти пробиотики полностью устраивали, но, повторюсь, моя доктор сказала, что все-таки препарат надо сменить, и так долго не нужно принимать один и тот же пробиотик. Вполне возможно, вы их увидите еще в моих распаковках, тогда, когда я закончу принимать пробиотики от других брендов. В каждой коробочке были вот такие блистеры. Я тут оставила, кстати, посмотрите. Вот такие блистеры. Это я оставила 2 использованных. Их было, по-моему, 4. Эффект от этих пробиотиков я видела именно при их приеме на ежедневной основе. То есть ты, когда принимаешь пробиотики, все отлично. Утром ты видишь результаты работы бактерий. Если пару дней прием пропустить, то в целом утром уже будет не такой впечатляющий результат работы бактерий. Также при приеме этих пробиотиков нет никакой там тяжести в кишечнике, нет вздутия, все прекрасно проходит, животик красивый, плоский. То есть они работают как надо, но только в тот момент, пока ты их принимаешь. Как мне кажется, мой кишечник, они полезными бактериями, возможно, не очень заселили, но это такое утверждение, которое можно проверить, только если пойти сдать ко-программу. Но я, скорее всего, просто начну пить новые пробиотики и, возможно, сдам ко-программу ближе к осени. Потому что мне в целом все-таки интересно, как работают пробиотики, помогают ли они заселить кишечник полезными бактериями или все-таки не помогают. Я читала совершенно разные мнения на этот счет, так что ко-программу можно это либо подтвердить, либо опровергнуть. Узнаем. Ну и давайте посмотрим пробиотики от другого бренда. Это пробиотик от бренда Nature Plus. И он уже не просто пробиотик, а иммунный. В этой баночке уже 30 капсул. В каждой капсуле 10 миллиардов полезных бактерий. Кроме того, тут 50% витамина D3 содержится. И еще содержится комплекс пребиотиков, то есть полный фарш в одной капсуле. Стоила эта баночка подороже, чем те пробиотики, которые мы с вами только что смотрели. И ее цена составила вместе со скидкой 19 долларов 40 центов. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. Мне кажется, что капсулы достаточно стандартные. Так в целом выглядит любой пробиотик. Интересно, какое им будет подействие. Производитель указывает, что хранить их надо в сухом и прохладном месте. Для Ташкента в данный момент летом прохладное место – это только холодильник. Поэтому после распаковки посылки они у меня переедут в холодильник на хранение. Принимать их надо по одной капсуле в день. Принимать я их буду, скорее всего, на ночь, как и другие пробиотики. Кстати, забыла вам сказать, когда рассказывала про Лакто Биф, что пробиотики я принимаю в основном на ночь. Потому что много информации про них читала и вычитала, что эффективнее всего именно такой режим приема пробиотиков. Вот эти вот пробиотики от бренда Nature Plus я собираюсь начать пить после того, как закончу принимать пробиотики от бренда BioSchwarz. Так что я надеюсь составить мнение сразу о двух пробиотиках. И эта баночка, и эта баночка мне на месяц. И надеюсь, что в пустых баночках мне будет вам что про них рассказать. На этом с бадами у меня все. И осталась только моя любимая корейская косметика. Я надеюсь, что вы ее тоже любите. Поэтому давайте смотреть, что я купила. Я тут в своем инстаграме начала немного рассказывать про то, почему я пользуюсь сайтом Ахер, какие витамины я пью и так далее. Такие небольшие заметочки, как говорится, на полях. И вот хотела сказать, что чем меня в свое время подкупил сайт Ахер, так это ассортиментом корейской косметики и ценами на нее. И, конечно, я еще уверена, что на Ахер я покупаю не подделку, а настоящий продукт. И вот, девочки, купила я себе впервые в жизни гидрофильное масло. Вы скажете, ты говоришь, ты так много пользуешься корейской косметикой, так долго. Да, так много, так долго я пользуюсь корейской косметикой, но всегда использовала умывалки. И мне их вполне себе хватало. Корейские умывалки я просто обожаю. За то, что ты выдавливаешь там горошину, сбиваешь пену, она все прекрасно смывает у тебя с лица, весь твой макияж. И кожа становится, знаете, такая она вроде не пересушена и в то же время немного скрипит. Это вот мой абсолютно любимейший эффект от корейских умывалок. Но по приезду в Ташкент я поняла, что если я не хочу себе заработать целую кучу пигментных пятен и очень плохое состояние кожи лица, то есть вне зависимости от того, сколько витаминов я приму внутрь, повреждения ультрафиолетовыми лучами кожи никто не отменял. Поэтому мне тут приходится каждый день использовать солнцезащитный крем. Более того, его желательно обновлять в течение дня. Кроме того, у меня BB-крем, ну, кто пользуется BB-кремом, то знает, что все BB-крема, они идут тоже с SPF 50. Таким образом, на лице скапливается очень много кремов, во-первых. Во-вторых, из-за особенностей строения моего лица мне приходится использовать водостойкую косметику в жару, потому что другая косметика у меня с лица просто сползает. Там подводка у меня сползает с лица, тень у меня уходит. Поэтому у меня водостойкая подводка от белорусского бренда, недорогая. У меня отличные жидкие тени тоже от белорусского бренда, очень мне нравятся. Кстати, вот жидкие тени вы могли видеть в моих распаковках Сазон. Если вы мой постоянный зритель и вас интересует, что же я там всякое покупаю, то вот в распаковках Сазон они точно были. И вот сейчас я вынуждена умываться по несколько раз любыми пенками для того, чтобы все это водостойкое чудо и все эти солнцезащитные крема смыть с моего лица, чтобы кожа на самом деле была чистой и можно было приступать к вечернему уходу за ней. И я решила прекратить вот эти вот свои мучения с многократными умываниями и купила себе от бренда Холика Холика вот такое вот гидрофильное масло. Почему выбрала его? Потому что именно с брендом Холика Холика у меня связаны приятные воспоминания. Я когда только начинала свой путь в корейском уходе, у меня была пенка от Холики Холики, и она прекрасно умывала кожу лица. Она тогда стоила совершенно каких-то маленьких денег в России. Это было еще до того момента, когда цены подскочили примерно в два раза. После того, как цены в два раза поднялись, пенка от Холики Холики уже не стоила таких вполне себе разумных денег. И я начала тогда пробовать другие пенки, там Тони Молли покупала, всякое разное. Чего только у меня не было, как говорится. Я тут, кстати, одно время в описании своих роликов прикладывала ссылки на отзывы на странице iRecommend. Там у меня есть отзывы про различную косметику, в том числе корейскую. Поэтому мои постоянные зрители, наверное, туда заходили и видели, каким количеством корейских средств я уже пользовалась. Ну и вот по старой памяти, вот по таким приятным воспоминаниям про этот бренд, я решила попробовать именно их гидрофильное масло. Я, конечно, ожидала, что флакончик будет чуть побольше. Размер флакончика я ожидала примерно вот такой. Но он как бы такой не очень большой. Хотя девочки в отзывах пишут, я, естественно, почитала отзыв, конечно же, тоже на сайте iHerb. Там же отзывы реальных покупателей, почему бы их не почитать. Так вот, я почитала отзыв, девочки пишут, что достаточно буквально двух капель на все лицо, для того, чтобы прекрасно все вот этим гидрофильным маслом смыть. Для меня это будет новый опыт использования, поэтому я надеюсь, что мне понравится, буду к нему привыкать, буду учиться пользоваться гидрофильным маслом. Как говорится, что делать? Ссылка на это гидрофильное масло, как и на все остальные товары, которые мы смотрели с вами сегодня в моей распаковке, будет размещена в разделе тайминга в описании этого видео. Так что, кому интересно, заглядывайте. Как я вам рассказывала в предыдущем ролике, все крема, которые ко мне приехали, они уехали с мамой в Москву. Надеюсь, что мама ими пользуется. Мама, если ты смотришь этот ролик, я надеюсь, что ты ими пользуешься так, как я тебя учила. Так вот, мне пришлось себе заказать еще один крем, и выбрала я себе вот такой вот крем от бренда Benton, потому что крема от Mizon, опять-таки, в наличии не было. Видим, какой-то очень популярный крем с пептизами от Mizon. Поэтому я решила, почему бы мне не попробовать вот эту фирму, впервые покупая этот бренд корейский. Очень было интересно. Я вообще люблю пробовать новые корейские средства, и не так много корейских средств, которым я возвращаюсь. То есть, если я хочу какое-то корейское средство повторить и купить себе второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз, то это скорее исключение с правил, и оно мне действительно, значит, очень-очень понравилось. Этот крем с керамидами я его планирую использовать в ночном уходе вместе с той сывороткой от бренда Yos, которую мы смотрели с вами в прошлой распаковке. Насколько я знаю, керамида это в целом очень хорошо для возрастной кожи, а у меня именно такая кожа лица. Производитель обещает увлажнение и защиту кожи. Так как я его буду использовать в ночном уходе, то у меня, по сути, это будет последний этап пятиступенчатой корейской системы ухода. И в целом именно увлажнение и защиту – это то, что я жду от последнего этапа. Потому что все основные действующие вещества в корейском уходе, они находятся, к примеру, в сыворотках, они находятся, к примеру, в эссенциях или в эмульсиях, там в разном количестве содержится. А крем он должен питать, увлажнять, защищать. Давайте откроем, посмотрим. Этот крем со скидкой обошелся мне в 16 долларов 60 центов. Кроме того, мне понравился объем этого крема. Тут в тюбике 80 миллилитров. Кроме того, еще мне также понравилось, что он в тюбике, то есть тут будет минимальное соприкосновение крема с воздухом и с пальцами. То есть мне кажется, что он как можно дольше сохранит все свои полезные свойства, потому что в тюбике находится. Так как в Ташкенте сейчас жарко, хранить я его тоже планирую в холодильнике. У меня в целом уже вся корейская косметика переехала в холодильник, в дверцу, для того, чтобы не портилось. То есть ретинол-то понятно, надо хранить в холодильнике практически всегда, чтобы он как можно дольше оставался действующим. Ну вот и другую косметику я тоже на всякий случай поставила в холодильник, потому что у нас дома, когда на улице температура 39, дома у нас примерно 30. И кондиционер, к сожалению, охлаждает максимум до 28. Мне кажется, что такая критическая температура, когда нужно уже думать о том, поставить косметику в холодильник или нет, начинается, когда в квартире становится выше 25 градусов. Также у этого крема совершенно потрясающий состав. Тут в составе и керамиды, и масла, и экстракты растений, и витамин Е, и пантенол, и фитостеролы, и сквален. Более полный состав вы можете прочитать, если перейдете по ссылке, которая будет в разделе тайминга в описании видео. Ссылка эта ведет на сайт iHerb, на страницу с этим кремом. В отзывах на iHerb девочки пишут, что этот крем хорошо восстанавливает барьер кожи после различных пилингов кислот после ретинола. Я считаю, что в сухом вот климате, который есть в Ташкенте, очень важно именно восстановление, защита, увлажнение кожи. Ну, а собственное мнение я смогу составить об этом креме только после того, как им попользуюсь, и, надеюсь, расскажу вам про это в пустых баночках. И от этого же бренда Benton я купила себе последнюю ступень ухода, которую я использую в дневном уходе, и это SPF крем. Вот в такой симпатичной коробочке находится крем с SPF защитой 50. Его тут не очень большой объем, всего лишь 50 мл, в отличие от крема с керамидами, который мы с вами только что смотрели. И стоил мне такой тюбик со скидкой 12 долларов 62 цента. Я тут наслушалась страстей про октокорелен и авобензон. Это химические фильтры, которые есть практически в каждом солнцезащитном корейском креме с химическими фильтрами. Скажем так, до этого лета такое количество SPF защиты я использовала только во время отпуска в жаркие страны, и, соответственно, это время было достаточно короткое. Но вот чтобы на протяжении такого длительного времени использовать такое количество кремов с SPF защитой, такого в моей жизни еще не было. Так как я использую их практически на все тело, то я все-таки решила изучить поподробнее информацию про солнцезащиту, про крема с солнцезащитой и, в частности, про различные виды фильтров. И я выяснила, что эти популярные химические фильтры, которые защищают нашу кожу от солнца, могут проникать через эпидермальный барьер в нашу кровь. Октокрилен мало того, что легко проникает в глубокие слои кожи, он еще и легко соединяется с жирами, в том числе с липидами кожного барьера и клеточных мембран, и может взаимодействовать с клетками кожи. Пишут, что он способен спровоцировать реакции окислений и образования свободных радикалов. Также есть информация, что он может быть опасен для репродуктивных тканей. Я все это почитала и решила, зачем, собственно, такие мучения. Куплю себе крем на физических фильтрах и выбрала хит на iHerb. Вот этот вот крем от бренда Benton на физических фильтрах. Мне повезло. Судя по отзывам, этот крем совершенно невозможно застать в продаже в летний период на iHerb. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот симпатичный флакончик. В целом, стандартный обычный флакон, ничего необычного в нем нет. Смотрите, этот крем распределяется по руке совершенно отлично. Он не выбеливает кожу, нет совершенно никаких белых полос. А это часто бывает у кремов солнцезащитных на физических фильтрах. Я пока планирую пользоваться именно этим кремом. Заодно подробно хочу изучить информацию. Возможно, уже на iHerb есть крема от корейских производителей, в которых содержатся химические фильтры последнего поколения. А из всего того, что я прочла, я сделала вывод, что именно химические фильтры последнего поколения вроде как более безопасны, чем вот этот вот OctoCrelen или Avobenzone. Так как я этот крем покупаю впервые, то, естественно, я вам совершенно ничего не могу сказать, как он работает, хорошо ли, плохо ли, как он держится на коже, скатывается ли под ним макияж. Все это я узнаю только в процессе использования. И, разумеется, расскажу вам обо всем в пустых баночках. Ну а ссылка на этот крем будет размещена в описании видео, так же, как на все остальные товары из посылки, которые мы сегодня с вами посмотрели. И это был последний товар из моей посылки. Как я вам говорила, через курьерскую службу Мист можно заказать доставку, только если у тебя в посылке не больше 8 позиций. Стоимость доставки этой посылки в этот раз для меня составила 9 долларов 77 центов. К сожалению, вот эта корейская косметика стоимость доставки не уменьшила. Но в целом 9 долларов 77 центов – это не так много, если распределить эту сумму равномерно на все позиции, которые я заказала. Мои постоянные зрители уже знают, что я в свое время написала в iHerb запрос, почему вот в Узбекистан доставка только DHL, она очень дорогая, нет ли каких-то других вариантов доставки, возможно, они смогут предложить нам что-то еще. И также я нам спросила, почему вы убрали от многих товаров значки, которые обозначали снижение стоимости доставки. Раньше на сайте iHerb все товары были снабжены, те товары, точнее не все товары, а только те товары, которые снижают стоимость доставки, были снабжены такими значками. И, конечно, это было бы очень удобно, когда ты выбираешь между несколькими примерно одинаковыми позициями, там витамины, да, вот витамин B12 в форме метилфалата, он есть у разных брендов, и он там может стоить примерно одинаковых денег. И вот ты выбираешь между баночками разных брендов, и очень удобно было бы, если бы рядом с каким-нибудь значком стояло бы снижение стоимости доставки, и тогда, разумеется, люди, у которых в регионе платная доставка, могли бы выбрать именно тот бат, который снизит им стоимость доставки. Мне кажется, это было мега удобно. Я написала про это в Ахерб, говорю, ребят, ну как же так, почему вот раньше у вас было, а сейчас нет. На что они мне ответили, что да, в данный момент нет, приносим свои сожаления, и вот все в таком бежливом духе. Но мне, девочки, что кажется, то, что нас с вами в Узбекистане достаточное количество, кто заказывает сюда платную доставку. И возможно, возможно, если, ну хотя бы там 50% нас напишет им про то, что, ну почему же, почему же у вас нет значков, которые обозначают снижение стоимости доставки, а вот раньше они были, и это было так удобно, то, возможно, они нам сделают такие значки к товарам. Они ведь нам предложили альтернативу доставке DHL фирмы Мист. А согласитесь, заплатить за 8 товаров за доставку 30 долларов или 9 долларов 77 центов, это большая разница, потому что с DHL доставка этой посылки бы составила, ну, примерно 30 долларов. Все, что хотела сегодня вам рассказать, я рассказала, так что пришла пора прощаться, точнее не прощаться, а говорить мне вам до новых встреч на моем канале. И как всегда в конце ролика я вам хочу пожелать счастья и благополучия для вас и вашей семьи. Будьте здоровы, берегите себя.